Слушайте, я вообще-то шла не в коз сегодня, но так получилось. Шла не в коз, а проходила мимо и увидела, посмотрите, какое красивое красное платье, какая красивая рубаха и какое красивое чёрное платье на манекене. Платье красное я, скорее всего, примерять не буду, потому что это не мой формат, не совсем. А вот это чёрное, очень красивое платье. О чём оно у нас? 250 долларов. Меня ещё просили поснимать украшения из коз. Если честно, я не могу сказать, что у нас уже так прямо много украшений в коз, потому что у нас вообще небольшой магазин и очень мало ассортиментов. 90 долларов, вернее 89,90 стоит вот такой вот кулон. По-моему, он на кожаном шнурке. И вот такой вот металлический медальон есть под серебро и под золото. Ещё есть вот такие вот серёжки-кольца. Вечная классика всегда в моде, никогда не выходит из моды. Они есть в серебре и в золоте. И вот такие вот браслеты, которые тоже есть в серебре и в золоте. И что мне вот понравилось, что у них есть размеры. Видите, вот extra small-small, потом вот medium-large. То есть на любую руку, на любую толщину и ширину руки. Это очень удобно и как бы очень, ну, думаю, о покупателях, что называется. Это пояса, такие вот в виде шнурка кожаного. Очень вошли в моду в прошлом сезоне. И вот такие вот лоферы за 250 долларов, по-моему, совершенно мужские. Тяжеловатые какие-то они, очень такие, знаете, весомые. Сумки огромные. И другие лоферы тоже совершенно мужские. По-моему, чуть подешевле, 225. У них как-то по той же коже помягче. В общем, они мне больше понравились. И вот такие вот очаровательные маленькие сумочки. Я не помню, под кого. Это явно закос под кого-то. Уже я, честно говоря, не помню все эти бренды. Кто что делал и как. И стоит она 190 долларов. Я думаю, что это кожа. У них есть длинная-длинная ручка. Длинный ремешок, что можно носить через плечо. Очень симпатичная такая фигурная геометрическая сумочка. Мне очень. Она даже понравилась такая, знаете, симпатяга. Вот эти вот белые рубашки. На манекене одна из них висела. Там на манекене была надета рубашка. Вот это и брюки. Воротничок такой, как рубашечный. Не очень люблю такие воротники. Мне они не идут. И как-то мне они не очень нравятся. И на пуговицах, естественно. Она довольно длинная. Может служить даже и платьем. С очень красивой даже не вышивкой. А вот я там в зеркале отражаюсь. Всем привет. Даже не вышивкой, а такой как будто бы мережка это называлось когда-то у нас. Интересные костюмы. Вот эти, по-моему, мы их не видели. Юбка из такого трикотажа. Плотного, тяжелого трикотажа. С белой такой тонкой полоской по краю. И к ней же идет вот такая вот блуза. В тон как бы можно сделать костюм. Ну и блуза вот эта вот с таким широким рукавом. Довольно интересный дизайн. По-моему, 170 долларов. Она стоит, не помню точно, но я взяла ее в примерочную. Поэтому мы там поподробнее рассмотрим и юбку, и брюки. Буду примерять этот костюм. Вот этот костюм я тоже взяла в примерочную. Это очень интересный смесовая ткань. Лен с вискозой, по-моему. Опять же, в примерочную точно вам скажу состав. Это жилет. Такой длинный жилет. И я думала, что это брюки, но это оказалась юбка. С разрезами в боках. На высокой посадке. С карманами. В общем, вылитые брюки. Но оказалось, что это все-таки юбка. Вот промелькнул на манекене этот костюм. И вот красное платье, которое тоже мне очень захотелось примерить. Оно из двух цветов. Красное и черное. Это не совсем мой фасон, потому что это трикотаж. Обтягивает. В общем, у меня не совсем подходящая фигура. Но все-таки я взяла примерочную и решила попробовать. Тем более, что сейчас заниженная талия, как я слышала, это самый виск моды. Вот последний-последний крик. Так, очередное черное платье из кос. Вообще, мне везет на черное в кос. Самые красивые черные вещи, которые я находила, вот для примерок, они находятся в кос. Строгое такое платье классического фасона. Тоже взяла его в примерочную, потому что мне очень захотелось и интересно было его примерить. Опять же, люблю черные вещи из кос. Это платье темно-синее, трикотажный вверх и юбка из такой плащовой ткани. Как будто бы такая футболка вверх и юбка из другой ткани. Вот это тоже новое платье, довольно интересное. По-моему, оно не очень дорогое. Я пока его не примеряла. Подождем еще до лета, так скажем, потому что оно, в общем-то, вонолетнее. В нем есть карманчики в швах. Интересный очень сделан фасон. Сверху кокетка такая, сделанная из сжатой такой ткани, спереди и сзади, крылышки. В общем, симпатичное платье, легкое, наверное, хлопок или вискоза. Ну, очередные полосатики, значит, на манекене джинса. Вот это платье, по-моему, джинсовое я примеряла, поэтому мы идем дальше. Снова украшения. Здесь есть у нас, что у нас есть? У нас здесь есть кольца в золотом тоне. Наверное, есть и в серебряном, но в магазине не было. Может быть, есть онлайн, если честно, я не знаю. Кстати, тоже, видите, по размерам. Причем у них интересно, что размеры колец не такие, как вот стандартные 5, 6, 7. Вот так вот кольца обычно измеряются. А как будто размеры одежды. Medium, large, extra, small, small. Вот я примерила extra, small, small. Кольцо мне как раз, у меня пальцы вообще тонкие. Вообще, я ношу где-то 5-6 размер колец, если на безымянном пальце. Ну, вот это вот кольцо, extra, small, small. Мне было как раз. Носочки такие блестящие, черные, с блеском. Не знаю, до сих пор не модно носки носить в туфли. Пока я что-то не знаю. Было очень модно, но, по-моему, немножко прошла эта мода. Вот такая пара серег. Одна такая серьга-гвоздика, вторая такая, знаете, серьга-гвоздика. Но при этом у нее есть такая клипса. Она такая наполуха застегивается. Цепочка такая, в общем, тоже ничего особенного. Но в моде они, эти цепи. Вот группа товарищей на манекенах надеты. Какие-то такие вещи, которые они считают, что это самые-самые стильные. Вот интересное платье. Вы знаете, у меня есть очень похожее платье из Zara. Вот точно такой же цвета. Верх тоже сделан как футболка, а как будто бы под футболкой надета плессированная юбка. Но на самом деле это просто вот вторая часть платья. Ну, все же друг у друга слизывают. Я не знаю, кто у кого берет идеи. Но платье из Zara ему где-то года 3-4. Так что вот, не знаю. Но это точно такое же платье, только черное. Может быть, черное даже лучше, потому что оно как-то более, ну, не знаю. Трикотаж светлый, он немножко простит, мне кажется. Так, здесь в этом зале, по-моему, мы все видели. Во всяком случае, много из вещей, которые здесь есть в этом зале, я уже примеряла. Здесь такие обычно всегда в конце такие базовые вещи, какие-то футболки. Все, девочки, пойдемте в примерочную. Ну что, девочки, мы в примерочный вкус. Кое-что я принесла, интересненькое. Будем примерять сегодня. Я сегодня в розовом пальто и в моем любимом платье. Дело в том, что у нас очень тепло. Я даже в туфлях уже, наконец-то, я не в сапогах. Некоторые мои зрительницы будут очень рады. У нас 20 градусов тепла, хотя середина марта. И такая теплынь, что мне в этом пальто жарко, реально. Потому что оно шестяное, и мне прям очень жарко. Но утром я выходила из дома на работу, было еще прохладненько. Поэтому и уже мне как-то не хотелось оставлять его в машине. Я уже его надела и пошла. Так, давайте будем делать всякие примерки разные. Черный у нас есть, красный, розовый. В общем, все цвета летние и не очень. Черный, это, в общем, всегда черный. Так, первый костюм. Немножко такой, знаете, такой, я даже не знаю, как назвать этот стиль. Я бы сказала, такой народного какого-то, народного какого-то одеяния. Знаете, блуза такая расширяющаяся к низу. И юбка черная с белой полосой внизу. Честно говоря, мне нравится такой стиль. Вот такие вот рукава очень я люблю. Как всегда, мне не хватает плечей в нем. Но это трикотаж. Очень такой приятный, тяжелый трикотаж. Длинная, как всегда, юбка. Такой блузон. Можно носить его не только с этой юбкой. Можно с чем угодно. Но, в принципе, мне нравится. Знаете, такое, это мое украшение. Я еще прилепила сверху, чтобы немножко это черное разбавить. Как раз серебро очень подходит, по-моему, черно-белое. Ну, в общем, вот такой вот юбка. Знаете, это размер медиум, не было лапче. И я ее задрала повыше, на самом деле, чтобы живот не торчал. Но немножко... Сейчас, подождите. Ну, торчит, конечно, потому что это облегающая ткань. Вот этот трикотаж. Конечно, будет торчать живот. Но если прикрыться вот так вот сверху, то вполне-вполне нормально. То есть вот такие юбки мне, если носить, то только вот с такими блузами длинными. Единственное, что я ее подняла повыше, потому что, чтобы... Ну, как бы, не на талии она у меня. Она у меня вот здесь. Понимаете, это уже талия моя вот тут. Во-первых, если я опущу на талии, она будет длинная. Но она у меня маловато. Потому что ларчи не было, это видео. И юбка маловато. Был бы мой размер, она бы села мне на талию, но она была бы очень длинная. Вот прям до пола. Так у меня как бы что-то виднеется, какая-то щиколотка из-под нее. А так, в принципе, было бы ничего не видно. Ну, такой костюмчик мрачноватый такой, ну, знаете, ну, такой стильненький. Мне нравится. Я вообще люблю в последнее время черный цвет. Что-то со мной происходит, девочки, возраст, наверное, что я стала любить черный цвет. Единственное, вот еще горло высоковато. Не люблю я вот эти вот, если бы был вырез побольше, все эти, эти горла. Как-то они меня всегда душат. И у меня короткая шея, поэтому они мне не очень идут. Так, состав этой юбки. Значит, у нее есть подкладка. И вот сама юбка 76% вискозы, остальной полиамид. А подкладка 62% вискозы. Где она у меня тут? Ну, в общем, вот. Вот здесь вот подкладка. И стоит она 190 долларов. Это был размер медиум. Вот у нее такие номера. Хороший такой, знаете, тяжелый, хороший трикотаж. Очень плотный. И такой, знаете, ну, хороший трикотаж такой. И много вискозы. Значит, блуза тоже 75-74% вискозы. Ну, в общем, такая же, как эта юбка. 170 долларов стоит блуза. Тоже был размер медиум. Вот такая вот блузочка с беленькой такой оторочкой. Она такая немножко расклешенная. Что сказать, юбка 190, а блуза 170. Ну, так обычно у них все и стоит. Не нравится мне этот вырез очень-очень высокий. Я еле из него вытащила свою голову, если честно. Какой-то он маленький. Ничего не расстегивается, в общем. Чуть-чуть оно светится. Но, в принципе, черное, оно не страшно. Совсем другой костюм розового цвета. Пыльные розы. Я все время забываю и говорю. Грязная роза. Там еще какая-то роза. Пыльная роза. Значит, юбка узкая. С разрезами. Такими вот. Я думала, что это брюки сначала. И вот такой жилет. Правда, костюм симпатичный. Юбка сделана такая, знаете, как будто бы это брюки. Почему я подумала, что это брюки? Потому что здесь ширинка и карманы. Прям точно как это самое. Как брючный костюм. Но сама идея мне очень нравится. Хороший состав. Похоже, там есть лен какой-то. Вот эти разрезы. Очень прикольно. Юбка десятый размер сидит на мне, я считаю, идеально. Идеально. Нет, не торчит живот. Она мне даже великовата. Знаете, вы тут вот встали. И что странно. У меня там колготы надеты. Прям великовата. Вот у них не поймешь. Иногда мне десятый прямо такой маленький. А иногда десятый. Я думаю, что я не ошибаюсь, что это десятый. Да, десятый размер. Американский. И жилет, мне кажется, тоже десятый. Абсолютно вполне мой размер. Вот так. Вот так. Пройма. Все на месте. Вырез. Такой вырез. Но не очень большой. Вот такой вот я розовенький. Розовенький пончик. Красиво. По-весеннему. Юбка интересная. Жилет тоже прикольный. Так, состав. Очень хороший. 72 вискоза, 28 лен. То есть, как бы, есть лен присутствует, но его не так много. И он не мнется. Видите? Смотрите. Вот когда один лен, оно бы все превратилось сразу в мятую тряпку. А поскольку лена не так уж и много, а есть вискоза в основном, то чуть-чуть оно сминается. Но это почти что не видно. И подкладка сплошная вискоза 100%. Значит, стоит он 150 долларов. Десятый был размер. Это жилет. А юбка? Такой же состав. Сейчас я вам скажу цену. И тоже размер. Тоже был десятый размер американский. 190. Так, значит, 190, а это 150. То же самое, по-моему, как вот этот костюм. А нет, вот этот костюм. 170 стоила блуза. И юбка, по-моему, тоже 190. Ну, в общем, очень-очень-очень-очень даже костюмчик. Вот здесь карманчики. Здесь, видите, как будто брюки застегиваются. И, по-моему, у них есть в поясе что-то я видела там, типа резинки. Да, видите, вот эта вот резинка, которую, кстати, можно уменьшать. Так что мне талия, в талии он был великоват. Но можно его уменьшить. Я уже вам рассказывала, что здесь пуговица, резинка с петлями. И, в общем, можно так вот ее утянуть. Единственный магазин, в котором я вижу это на взрослых вещах, это коз. Обычно такое делают на детских вещах. А в козе вот и на взрослых делают. Вот такое черное платье. Мне оно очень нравится. Оно, как вам объяснить? Ну, вот классное, стильное. Здесь как бы сделана вот такая... Как будто бы заглажена, как будто бы в брючине стрелка. Сбоку небольшой разрез. Карманы. И оно так вот расклешается. Какой-то размер, я не помню, я вам сейчас скажу. Я взяла побольше, чтобы влезть с него. Очень классное платье. Элегантное, шикарное. Вот этот вырез я люблю угловой. Вот такой фасон немножко, такой расклешающийся. Карманы. В общем, мне абсолютно все в нем нравится. И сзади у него очень интересная деталь, которая, в общем, не видна. Особенно у меня с волосами. Но она очень добавляет, знаете, к... Ну, вот как я всегда говорю, вкус. Очень-очень интересные детали они делают в одежде. Которые даже и не видны, но они очень приятны для глаза. И как бы добавляют вот вещи какого-то, знаете... Ну, не то что элегантности, а вот именно дизайнерского. Вот такой дизайнерский тач. Так, снимаю состав, чтобы не забыть. Значит, 48% шерсти, 44% катон, хлопок и 8% полиамид. А подкладка 100% вискоза. Очень хороший состав. Просто очень. И платье... Ого! Оно и стоит хорошо. 250 долларов. Размер я примеряла 10. Вот, видите, я сколебалась между 10 и 12. В конце концов, выбрала 10. В этот раз у меня... Видите, все 10 вещи вполне мне по размеру. Иногда, очень часто я что-то примеряю 10 размер, мне мало. А вот в этой коллекции мне 10 размер очень-очень идеально подходит. 250 долларов, дороговато. Но очень хороший состав. И поймала бы я его на распродаже. Посмотрите, как интересно сделана эта спинка изнутри. Здесь такая вот штука пришита. И сзади... Вот такая вот классная, клевая пуговица. Я ее не расстегивала, потому что я и так пролезла в него. Но вот интересно. Видите, вот такая вот интересная деталь. Причем здесь это совершенно ровно. А внутри они сделали вот такую вот... Вот таким вот образом пришили. Прикольно, правда? Вот люблю козы. Вот эти вот мелочи, которые не видны. И совершенно никто их не увидит, кроме вас. Но вам вот приятно, когда вы держите в руках такую вещь. Вот с такими вот какими-то интересными деталями. То есть явно люди старались. Знаете, вот явно люди старались. Ну, в общем, короче, платье очень мне нравится. Красное платье. Так, значит, размер large. И вы знаете, что это трикотаж, который я не покупаю в последние годы. Потому что вот это все здесь обтягивается. И мне это не нравится. Но я должна сказать, что оно не сильно обтягивает. Чуть-чуть же его торчит, но не страшно. Если его, допустим, надеть в пояс и так вот приподнять под пояс, да? Вот чуть-чуть. Тем более, что оно очень длинное. Так вообще, живо торчать не будет. Но оно очень длинное. Оно прямо до самого пола. Это прямо какое-то вечернее такое платье в театр. Ну, куда его такое длинное носить? Отрезать его очень сложно, потому что это трикотаж. Не знаю. Мне кажется, они слишком... Ну, на высоких девушек. Потому что это явно должно быть на бедрах. Я не могу сказать, что это придумано так, что это должно быть на талии. Но если я вот так вот его под пояс подниму... Во-первых, уйдет живот. Во-вторых, немножко станет оно короче. Мне кажется, будет лучше. Хотя оно, конечно, и не рассчитано на это. А именно рассчитано на то, чтобы его вот так вот носить. В полный рост. Но мне это как бы длинновато чуть-чуть. Пройма тоже как-то великовата. Это large. Но, понимаете, пройма, если мне будет как раз, так здесь она мне будет узкая. Ну, красная и черная, это, конечно, спорное сочетание. Я решила поэкспериментировать, попробовать надеть сверху. Во-первых, прикрыть живот, пройма, все. Ну, в общем, как-то так нет. Вот очень длинная юбка. И это красная, и это черная. Во-вторых, во-первых, красная и черная, это очень прям кармен, такое цыганское сочетание. Ну, и потом это платье, оно как-то все-таки... Не знаю, что-то оно мне не очень... Вернее, на меня оно не очень. Оно мне очень длинное. Мне нельзя такие. Мне надо... Это платье на девушку метр семьдесят с чем-то. Как минимум. А мне нет. Так, состав. 50% хлопок, 40% вискоза и 10% полиэстер. Значит, размер large. Стоит оно 220 долларов. Вот его номера. Что хочу сказать, девочки. Платье достойное, интересное, красивое. Но не на мой рост. Потому что вот я в нем как-то выгляжу гротескно, я бы сказала. Как будто вот... Там еще есть такое синее, кстати. Может, в синем я бы не выглядела так странно. Но красное, конечно. Вот эта пройма огромная у них. В общем, короче, ну не знаю. Что-то я не впечатлилась. Хотя на вешалке мне так по-разному. О, какое платье. О-ля-ля. Но не мое, наверное. Ну и вот такое шикарное, совершенно шикарное черное платье. Мне в нем нравится все. И даже длина. Кстати, это размер, по-моему, я взяла 14... Нет, 12, не 10. Я испугалась, что 10 мне будет маловато здесь. И правильно сделала, потому что оно мне здесь... 12. Оно здесь довольно узкое. Несмотря на все вот эти вот крылышки и все. Но оно мне прямо здесь в попе и в животе. Прямо тютелька в тютельку. В 10 я бы не влезла. Значит, сзади оно завязывается. Давайте я вытащу свои бузы, чтобы украсить. Сзади у него такой большой разрез на спине. Почти до пояса. Во-первых, его можно зашить. Во-вторых, у меня волосы. Мне это не страшно. И там такая завязочка сзади. Я не знаю, если вам видно, но оно очень красивое. Посмотрите, какая красота. Как я люблю всякие вот эти вот крылышки. Это просто вот это прям мое-мое. И все прикрыто. Ручки немножко прикрыты. Здесь какие-то вот крылышки болтаются. Ох, как мне нравится. И черное, но такое, знаете, не скучно черное. Смотрите. И такое прямо, несмотря на вот эти вот какие-то вот оборки, оно не выглядит как-то пошло-оборочно, а выглядит очень элегантно. Разные длины. Вот так вот оно здесь. Здесь короче немножко. Здесь немножко длиннее. Прям супер. Супер-купер. Он довольно дорогой. Я не помню точно. Сейчас я вам все расскажу. Состав, цену. Как это выглядит сзади. Здесь мне надо было завязать покрепче. Я просто так завязала по-быстрому, чтобы не морочиться долго. Так. Значит, 250 долларов оно стоит. Это был размер 12. Вы видите, вот его номера. Значит, там состав, я думала, лучше будет. Что-то такое там 80 или 70 с чем-то процентов леоцелл. Все остальное полиэстер. Но сделано оно очень красиво. Видите, такая ткань. Подкладку не нашла из чего. Честно, искала, искала. Что-то я не поняла, из чего подкладка. Но я думаю, что какой-нибудь тоже леоцелл с полиэстером. Посмотрите, как оно интересно. Оно здесь отрезано. Хорошо, что я взяла 12-й, 10-й. Мне было бы мало в животе, в попе. В общем, вот такое вот оно все такое интересное, разное, всякое. В общем, с какими-то крылышками. А сзади оно сделано вот на такой веревочке. И у него разрез глубокий. До талии фактически. Но можно вот так предхватить вполне. Мне кажется, что можно зашить. Может и нельзя. Можно. Так вот зашить. Пару стежков. А у меня волосы так мне вообще не страшно. А даже если, ну там будет бизгальтер торчать сзади. Что такого? В общем, вот такое вот оно интересное. Все сзади вот такое вот. Все очень асимметричное, очень необычное. Очень красивое платье. 250 долларов. Ну, цена как цена. Как следует быть в кос. Так, девушки, все. Вот такие у нас сегодня были примерки. Интересные вещи. Вот этот костюм мне очень понравился. Розовый. Не доберусь до него никак. Вот этот розовый костюм мне понравился. Очень понравился это черное платье. Очень понравился вот это черное платье. Этот костюм, ну так, платье тоже так себе. Ну, в общем, вот такие вот примерки. Интересные вещи в кос. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Всем привет из Канады. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Пока-пока-бэ.